Запасы энергии истощены, а нервы на пределе. На работе сложно сосредоточиться, а ночью не получается уснуть. Возможно, просто вам не хватает магния. Магния – это один из важнейших минералов, без которых тело не может жить в прямом смысле. Магния повышает устойчивость к стрессу, является одним из важнейших двигателей обмена веществ, помогает преобразовывать пищу в энергию, поддерживает нормальный уровень глюкозы в крови, участвует в контроле давления и усвоении витаминов. С его помощью создаются новые белки, которые являются строительным элементом костей, кожи, внутренних органов и других тканей. Он нужен организму при повышенных и эмоциональных умственных нагрузках. Давайте поговорим о наиболее частых признаках дефицита магния. Это у нас тревога, спазм, судороги, учащенное сердцебиение, покалывание в руках, ногах, анемение, бессонница, раздражительность, головные боли. Знакомы всем, наверное, да? Частое смена настроения, хроническая усталость. И обычно вот это все мы чем-то другим, таблетками обезболивающими и так далее. Откуда берется магний и сколько его нужно? Несмотря на столь высокую важность, наше тело не умеет производить магний самостоятельно. И мы получаем его из пищи. Альтернативный вариант – получать магний из поливитаминов и биодобавок. Однако в этом случае есть риск перестараться. Переизбыток магния проявляет в себе тошнотой, спазмами желудка и диареей. Что и сколько надо есть, чтобы не было недостатка магния. В среднем взрослому человеку необходимо получать 400 мг магния в день. Где их брать? Сейчас обрадует девочек. В одной 100-граммовой плитке содержится шоколад до 200 мг магния. То есть как минимум половина рекомендуемой дневной дозы. Также шоколад богат железом, медиумарганцем и антиоксидантами. Но обычно, что организму требуется, то и просит. Поэтому не зря, наверное, организм требует шоколад многим девчонкам. И чтобы получить из шоколада максимум пользы, нужно выбирать продукт, содержащий не менее 70% какао. Следующий продукт всем любимым авокадо. 58 г магния на 1 фрукт средних размеров. Очень неплохой результат. Кроме того, в авокадо много калия, витаминов группы В, витамина К. То есть тоже очень полезный. То есть пища у нас самый безопасный способ восполнить недостаток магния. И лучшие его источники это приготовленный шпинат, авокадо, шоколад, бобовые, семена тыквы. Также пищевой магний можно найти в орехах любых, включая миндаль, кэшью. Большинство сортов рыбы. Много магний содержится в цельном зерновом хлебе, в кашах, пшеничной, овсяной, геркулесовой, которую многие не любят. Гречки, риски, фасоли, капусти, бананах, манго. Это авокадо, я уже говорила, жирная морская рыба. Но недостаток магния на самом деле очень сложно выявить даже с помощью медицинских тестов. Поскольку 1% магния только находится в организме, содержится в крови, простой анализ крови картину обычно не проясняет. И врачам приходится выявлять дефицит магния, методом исключения и наблюдением за образом жизни. Уже говорили, что магний участвует в более чем 300 биохимических реакциях в организме. И он сказывается на всем, от работы сердца, заканчивая работой мышц, гормонов. Как же избежать дефицита магния? Магний не синтезируется в организме человека, и он поступает к нам с пищей и водой. Поэтому источником магния может быть вода, обогащенная минералами, лекарственные средства, в составе которых находится минерал. Любые препараты, добавки должны быть, конечно, назначены врачом. Не занимайтесь самолечением. Это может привести к ухудшению самочувствия. Опять же, передозировки опасно магния, именно химического. И, конечно, пища, про которую я уже говорила. Сейчас давайте поговорим про органические магнии, которые мы можем получать. Есть такой прекрасный препарат, называется органический магний, от компании Siberian Wellness, и он дает оптимальное насыщение магнией. Здесь находится магний в форме цитрата с высокой биодоступностью, без риска передозировки. То есть здесь формула с растительными экстрактами усиливает действие основных компонентов. Это экстракт малярианы, успокаивает всем известную нервную систему. Ну, давайте разберем более подробно, что сюда входит, кроме органического магния. Органический магний находится в форме цитрата, а это, по сути, органическая соль, лимонной кислоты. И обеспечивает оптимальную усваиваемость организма с новым продуктом. Он легко усваивается организмом, полностью решает проблему дефицита этого важнейшего микроэлемента. То есть у нас нормализует давление, оказывает спазмолитическое действие на мышцы. Это вместо ножпы можно употреблять, успокаивает вместо лирьянки. Ну, здесь лирьянка у нас есть. Облегчает ПМС у девочек. То есть все боли, когда они там, не знаю, там уже на стенку лезут. Улучшают ночной соль. Кроме того, это отличная профилактика ряда серьезных заболеваний. Канг, гипертония, астма, сахарный диабет. И эффект этого комплекса усилен в действии трех растительных экстрактов. Даже в лиряночкой пахнет. Байкалин и лирьяна оказывают успокаивающие действия на нашу нервную систему. И обладает мягким спазмолитическим эффектом. А экстракт боярышника благотворно влияет на работу сердца. То есть оказывает у нас гипотензивное воздействие. Экстракт байкальского шлемника действует как природный новотроп и снижает нервную возбудимость. Вообще вот экстракт в лирьянке благотворно влияет на организм. При сердечных неврозах, спазмах, при мигрении, истерии, когда желудок болит спазм. То есть вместо ножки лучше, конечно, в лирьянку попробовать. И с магнием совсем хорошо. Экстракт боярышников облегчает состояние при неврозах, при клемаксе, при МВМС. Снижает давление. Опять-таки муж у меня в свое время сразу чуть что давление снижал. Но лучше магний усиленный употреблять. Экстракт байкальского шлемника позволяет уменьшить повышенную нервную возбудимость. И оказывает успокаивающее действие. Нормализует сон. И вот все это в комплексе друг с другом взаимодействует. И получается, что когда мы просто берем один химический магний, то его надо вот нам 400 мг. А если мы берем здесь в комплексе, то байкалин, например, в два раза увеличивает, то есть усиливает действие магния. То есть магния нам нужно в два раза меньше. Норма вот здесь получается, что мы съедаем три капсулы в день. И этим мы восполняем дневную норму магния. То есть для кого? Для всех, кто хочет облегчить состояние при проблемах с сердечно-сосудистой системой. Для всех, кто регулярно испытывает высокие психоэмоциональные нагрузки. Для всех, кому нужна поддержка нервной системы. И кто ищет какое-то природное средство для улучшения сна, профилактики бессонницы, для всех подойдет вот этот магний, обогащенный природными компонентами, как валерьяна, как байкальский шлемник, боярышник. Для тех, кто, да, вот как и я, не могут капсулы глотать, то всем всегда рассказываю лайфхакт. Просто беру вот эти капсулы, открываю, насыпаю в ложечку, либо беру стаканчик с водой, высыпаю туда, размешиваю, выпиваю. Все, замечательно. Вообще, получается, ничего глотать не надо. Но, опять же, это годится для тех, кто совсем веганы, вегетарианцы, кто не употребляет ничего животного происхождения, тот тоже очень подойдет. Кстати, для вегетарианцев вообще без добавок очень тяжело на самом деле, потому что очень-очень дорого. То есть вам придется просто питаться одними авокадо, как говорится, как есть такой вот анекдот такой, да, рябчиков жой, и ешьте ананасы, и тогда будете здоровы. Но это не все могут себе позволить, на самом деле. Опять же, рябчики, да, не кушать. Итак, с вами была Надежда, бизнес-партнер компании Siberian Wellness. Я рассказала, почему необходимо, важно нам употреблять малоней, его можно и нужно употреблять с пищей. Но если такой возможности нет, то, конечно, тогда мы берем добавки, употребляем их. И, конечно же, все, что мы употребляем, это через врача. То есть врач должен сказать, нужен ли нам или не нужен. Магний от компании Siberian Wellness, я считаю, что это оптимальный вариант, потому что он органический, обогащен природными элементами, которые усиливают его воздействие. И если есть у вас желание посмотреть его более подробно, да, ссылочка внизу указана, можете перейти на сайт, посмотреть. И при желании можно там его приобрести по карте, по реферальной ссылочке у вас еще будет кэшбэк. С вами была Надежда. Продолжение следует...